И я тут у Анаксавора подумал, его интересно это понятие смешения. Там... Ну, смешение предполагает деление. Если мы просто красное и синим поменяем местами, то это не будет смешением. Смешение, видимо, предполагает два события. Во-первых, действительно смешение, во-вторых, дробление. Когда мы ложкой каши мешаем, то предполагается, что ингредиенты измельчаются. Иначе не получится смешение. Так вот, поэтому у Анаксавора действительно камеомели малейшие частички. Но при этом эти малейшие измельчённые до нельзя частички себе сохраняют всю бесконечность других частиц. Вот так. Мне это ужасно понравилось. А почему они сохраняют? Не почему, это определение. Определение, как я понимаю, это... Есть же другие частички, мегамиомерия, а есть атомы, демокрита или фкипа. Они же в себе полноту все другие частицы не сохраняют. Нет. Тем не менее, все как бы этиласы, с их точки зрения, они оказываются как раз смесью, то есть соединением различного образа на этих малейкумах. Или, например, прошу прощения, опять... Точно так же, хотя есть одно основание, например, гератлита, огонь, да? Тем не менее, его частицы тоже, как бы, весь мир состоит тоже из смеси. Его различных агрегатных состояний, то есть воды и земли. Поэтому, как бы, тоже можно сказать, что вода – это нечто обособленное. Ну, вот в этом смысле, конечно, она сохраняет полноту огня. То есть просто он, как он там, сгустился и охладился, и тогда у него получается, демокрита получается, вода. А еще дальше он начал сгущаться, еще дальше охлаждаться, превратился в землю. Это может быть, но, по крайней мере, у демокрита, у демокрита, это и в кипре, по-моему, можно говорить, что каждый из них полноту мира в себе не заключает. Не заключает. Поэтому у них нет и хаоса. А Анахсагор, как мне представляется, таким образом дал, что неожиданное для меня, логическое, вполне себе понимаемое определение вот этой самой мифологемы хаоса. Потому что у него речь идет о смешении смешанного. Мало того, что каждая частичка малейшая, недоступная восприятию, но она в себе заключает частички всех остальных качеств. Ну, опять, скажем, в каком смысле? Потому что она в одинаковом? Если в одинаковом, то все эти частички, они абсолютно одинаковы. Все гомеомерят. Они гомеомерят, если это частички. То они одинаковы всем остальным частичкам или нет? Если они не одинаковы всем остальным частичкам, значит, все полноту остального бытия они себе не заключают. Сейчас они хотя бы немножко отличаются, согласитесь. Если... Просто есть большое, а я опять не повторюсь, как все-таки анаксового другие люди понимают. Они понимают за гомеомериями различные частички, различные. Конечно. Они все, все гомеомерии, их непонятно сколько, но их различное количество. Но уже то, что они между собой отличаются, уже говорит о том, что они всю полноту остального бытия в себе не заключают, кажется. Но заключают. У анаксовогора так, все во всем. И вот здесь все во всем. То есть мало того, что мы имеем смешение бесконечно маленьких частичек, но не в математическом смысле, а в физическом смысле, очень маленьких, недоступных восприятию. Мало значит, что недоступны восприятия. Но каждый из них, повторю, себе заключает всю бесконечность других качеств. И сколько мы имеем? Просто бесконечно сидит в том смысле, что они бесконечно делимы. Просто бесконечно делимы. Не как атомы, которые являются рубежом делимы. А они бесконечно делимы. Да. Но при этом, говорю, интересно, для меня неожиданным является не это. Действительно, они бесконечно делимы и исчезают для восприятия. Но при этом каждая из них, сколько бы она ни была бесконечно делима, каждое качество, сколько бы ни было бесконечно делима, в своей малости заключает всю Вселенную других качеств. И это действительно некоторое определение, как мне думается, некоторое определение вот этой, что мифологемы. Еще быть может каждый атом, Вселенная или 100 планет. Там все, что есть в объеме сжатом, и так же то, чего здесь нет. Такая вот в этом смысле что? Ты еще раз не понял. Была концепция, это самоподобие в начале 20 века, чтобы была планетарная модель атома, и люди полагали, что каждый атом это вовно такая же Вселенная, как и наша. А мы одновременно живем в каком-то атоме, который является Вселенной, вложен еще в большую Вселенную. И может где-то они зацикливаются. Вот в этом смысле. Что может быть больше, а потом вкладывается в меньшее и так далее. Нет, это вопрос деления, который оставляет Вселенную в том же самом виде. А здесь главное это смешение. Главное же мысль Анафсагора в том, что без ума чувство представляет собой хаос. И только ум, вначале форму, создает образ, то есть знание. Да, но он создает, но в каком-то смысле он же не делает синий-синий. Он внес туда форму, но синий же, благодаря форме стала синим, конечно, но, грубо говоря, она не стала красным. Медный шаг же он стал медным, а не оловянным. Значит, то, куда он форма в этой гомиомерии ввели, значит, гомиомерия же тоже, в каком-то смысле, по крайней мере, возможностью красного, синего, медного, оловянного не обладать. Поэтому именно вот такой возможностью, а не какой-то другой. Именно такой возможностью, как смешение смешанного, да, то есть такое вот абсолютное смешение с помощью вот этого тезиса «всё во всём». То есть не просто частички, как в каше. Я вначале понимал так же, вот действительно, как в каше, действительно, мы, когда мешаем, мы что делаем? Мы мельчим. И, собственно, смешать надо и смешать, и измельчить. Чтобы смешать. Два, как бы, события должны произойти. Котинка, которая приходит в голову, сразу же почитаешь, она очень простая, что есть большое количество сортов частиц, большое количество, и вот они все смешаны. Вот. А я... Ум создаёт из них то, чему подходит в данный момент. А у меня произвело впечатление, что это... Ну, как бы, вообще-то так, но не совсем так. Уже повторю в который раз. Уже нечего к этому добавить, потому что... Ну, такой тезис, что сколь бы малой ни была частичка какого-то качества, она в себе заключает все остальные качества. Мы дальше делим, и опять все остальные качества остаются. А ум, он чист и не смешан. Ум чист и не смешан, поэтому для него всё равно, сколь мелкие, мелкое деление. Поэтому линия будет проходить, хоть бы тут смешение смешанного... смешанного в смешении было. Сколь угодно много смешений, абсолютное смешение. Совершенно ум не должно смущать, он всё равно, поскольку он вне пространственен и не имеет качества. Линия, которая разделяет красное-синее, она не красная и не синяя. Она просто линия. И поэтому ум, совершенно не смущаясь этим абсолютным делением, абсолютным смешением, не абсолютным делением, а абсолютным смешением, он тебе спокойно отделяет красное к красному, синее к синему, как оно говорит, кость к кости, мышцы к мышце. Впосредством чистого и не смешанного ума. Возникает такая вот картинка, которая, понимаете, она в философии остаётся. Потому что Платон в тезисе разбирает этот тезис. Знание есть чувство, знание есть ощущение. Тезис от Протогора и Гераклита. Знание есть ощущение. Платон в период и показывает, что если знание есть ощущение, то знания нет вовсе. Потому что одно и то же. Потому что в ощущении нет устойчивого качества. Потому что одно и то же, по сравнению с правым, оно будет горячим, а по сравнению с левым оно будет холодным. Оставайся одними и тем же. И в таком случае его как бы нет. Ощущение может только сравнивать впечатление. И Платон называет это несущимся бытием. И где-то в тексте, среди других слов такого же рода, использует слово смешение. Но это неважно, на один раз используйся это словом, потому что оно как бы тоже возможно. Чаще он использует, поскольку он спорит с Гераклитом, конкретно, он говорит поток. То есть тоже нерасчленимый поток. Что у Анакшавора нерасчленимое смешение, а у Гераклита нерасчленимый поток, но и в то, на другом случае, ощущение, в чём главная мысль-то, идущая от Анакшавора, главная мысль в том, что ощущения не дают знания, то есть не дают образу, не дают устойчивого качества. Это несущееся бытие, становящееся бытие. В чём становление, Платон понимает, как именно вот это, по отношению к одному становится холодным, по отношению к другому становится горячим. Я был там выше тебя, ты растёшь, ты юноша, ты растёшь, теперь я стал ниже тебя, и какой же я? При этом Платон в Теотете очень неаккуратен в своих построениях, потому что он, как видите, берёт и образы, холодное, тёплое, и формы, смыслы, больше, меньше. И совершенно спокойно ими оперируют, а это явная лажа. Со смыслом дело обстоит иначе. У него тоже любопытно смотреть, как у диалога Пармени, тут у Платона всё хорошо, а вот на уровне более ранних диалогов всё совсем не так проработано и продумано. То есть вот эта вот мысль, что чувство... Понимаете, я всё думаю, не мир хаос, а чувство хаоса. Платон берёт тезис «Знание есть ощущение» и говорит, что в ощущениях нет... В ощущениях даже нет «так» и «не так», говорит Платон. А в ощущениях получается «никак». Потому что «так» – это всё-таки «так». «Так» – это всё-таки «так». Но либо холодное, либо горячее. Про ощущения нельзя сказать, что там и «так» и «не так». Это будет слишком мягко. На самом деле, в ощущениях – «никак». Мне, кстати, кажется, что вот это вот «никак» Платоновское тоже не проходит, а лучше говорить вот так, как мы привыкли говорить, что ощущение схватывает переход, контраст. Тогда это не будет «никак». Это будет несущееся бытие, но это не будет «никак». А потом не знает вот этого тезиса, как бы, что ощущение изначально есть. Он просто говорит, чем ощущение не является. Действительно, получается «никак». Если по отношению к одному это холодное, по отношению к другому это горячее, то что такое «это»? Не так, не «не так», а «никак», говорит Платон. То есть просто знания нет. Мне кажется, это неудовлетворительное построение. То есть совершенно верно, что ощущение – хаос, но интереснее говорить не то, чем не является ощущение. То есть хаос – это тоже нет как бы… Если это отрицательное понятие, то о чём мы говорим. А надо говорить вот именно о том, что ощущение, действительно несущееся бытие, действительно нет никакой определённости, но это нечто вполне, так сказать, вот феноменально представляемое, вот что такое. Да, которое возникла множенность гомеомерии, потому что если бы… если бы не гомеомерии, тогда мы говорили о следующем, что делать действительно есть некоторый хаос, есть у нас как-то несущееся бытие, но это несущееся бытие не предполагает себе некому внутреннюю структуру смешения гомеомерии. То есть вот эта самая сепарабельность, вот эта самая разделённость, это множественность гомеомерии. Вот несущееся бытие на это не предполагает сама идея. Оно же может быть и сплошным. Первым, да, у нас есть нечто сплошное, нечто текущееся, где Артур говорит, в одну реку невозможно войти дважды. Кратил у Платона, да, ему говорит, отвечает на это, и один раз в реку невозможно войти. Это же правда, просто с этого подхода. Один раз невозможно войти дважды. Но, тем не менее, подобного рода метафоры, они не предполагают множественности гемиомерий. Их отделенность, сепарабельность, вот такое. Не предполагаю. Вот это тема, которую можно затронуть. Раз мы пытаемся заниматься историей и философией, не только этим, но историей тоже, то интересно сравнить термин смешение с термином потока. Как бы по общему смыслу одно и то же. Ощущение не есть знание. Без ума, который вносит форму. Потому что потом тоже понятно. Что понятно, то понятно. Что ощущения есть качества, но они вот неуловимы. Не ум, конечно, познаёт красное. И делает красное красным в буквальном смысле. А ум только форма. Но без формы ощущение бесформенное. Так вот, у аноксагора это смешение смешанного. То есть, бесконечно малые частицы, в которых заключены все частицы. Столь же или даже ещё более бесконечно малые. Вот. Это тоже некоторым образом... Ну, это действительно какое-то абсолютное смешение. Здесь нет атомов, понимаете. Вот. Если это были атомы, просто хорошо перемешанные ложкой. Два ингредиента. Которые, кстати, дали бы обязательно третий ингредиент. То есть, третий, стоя как два цвета, смешав, получишь третий цвет. А на самом деле не об этом. О том, что получается, что ты хаос. Здесь такая непрямая аналогия с кашей. Вот. То есть, это последовательное развитие идеи хаоса. Ну, то есть, это, конечно, много деревянного железа. Но он просто пытается продумать до конца. Вот этот вот хаос есть... Общая же интуиция у него остаётся, что вроде как вещество-то всё на месте, но оно просто не упорядочено. Оно не различено. И он пытается это продумать в том смысле, что даже на уровне отдельной частички, эта частичка не должна быть какой-то определённой. Поэтому он говорит всё во всём. И в нём присутствует всё остальное в любой момент времени, и оно присутствует во всём остальном в любой момент времени. Вот это просто... Даже на уровне гомеомелии это хаос. Да, потому что здесь же надо справиться с этой ситуацией. Потому что качество есть. То есть, хаос – это не ничто. Качество есть. И в то же время их нет. Ну да. Они действительно в себе. И потом, когда ум внесёт туда форму, он не просто их рассортирует, он прямо этим гомеомелием даст определённость. Получается так, потому что в этом двойном смешении, 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 они действительно неразличимы. Но в то же время они и есть. Вот попытка справиться с этим тезисом. Я предложил вот это самое, что ощущение есть контраст. То есть, контраст качеств, естественно, твёрдое, мягкое, горячее, холодное. И мне кажется, это правильнее, нежели смешение или несущийся поток. Это вполне понятное состояние, на самом деле. Если мы, так сказать, условно вынесем ум, то есть вынесем чувство за пределы ума, то мы получим все-таки контраст, а не смешение или поток. Да, но тем не менее, вот эта разница между потоком, как нечто сплошное, и потоком, как смешением гомеомели, она остаётся. Ну, раз гомеомели... Наверное, остаётся, я не... Ради этого и затеял разговор, понять разницу между потоком и смешением. Но поскольку смешение смешанного, то там тоже качества не остаются. То есть, это всё-таки не атомы. Да, и по поводу всего из сего. Ведь у Фолеса тоже всё из сего. Всё из воды и в воду. В том смысле, что какой бы мы элемент сущего ни взяли, он как бы состоит всё из воды. Из воды. Или вот, например, и в этом смысле оно всё во всём, конечно, но нельзя же сказать, что дворец и камень – это как бы на самом деле одно. То есть, это как бы разное, хотя тоже всё из воды. Ну, воду не назовёшь хаосом всё-таки. Хотя мы её и не видим. Если помните, мы говорили много на эту тему. Хотя света мы не видим, только вот одного качества – звука мы не слышим. А слушаем звуки, он остаётся, но всё-таки это не хаос. В чём потребность в хаосе? В чём потребность в хаосе? И точно так же вот с водой работаем. В том понимании, что всё из воды и в воду. Не то, что всё из воды. Всё из воды и в воду. Всё как бы не состоит из воды. Если мы с этим работаем, то работают то же самое утверждение, но она не требует идеи хаоса как таковой. То есть, смотрите, не требуется идея хаоса, первое. И второе, значит, идея хаоса не предполагает возможность различения гомеомерий и сплошного потока. То есть, в хаосе вот в этом нет ничего такого? Или может и есть? Вообще идея хаоса не является необходимой, получается. Мы пытались, и даже особо не стараясь, обходились без хаоса. Фолейс обходится без хаоса, так как мы его трактовали, что вот есть возможность света, эта возможность всегда остаётся возможностью, но действительностью этой возможности является света. Такое у нас было построение. Но я сейчас не о нём, а о том, что мы без хаоса обходились. Но ни Анаксагор, ни Платон не обходятся. Они всё-таки утверждают, что ощущение, что надо начинать с ощущения. Мы это сразу начали с ума. Начали встретиться, что тождество тела и ума даёт нам предмет как таковой, типа света. Вот здесь контраст, потом ум делает тело формой, возникает тождество ума и тела как некой формы. И появление этой формы даёт нам предметность как таковую, в которой на самом деле есть лишь возможность предметов. То есть нам хаос не потребовался в нашем построении. Вот я обращаю внимание, что вот Анасагор, Платон, и в каком-то смысле Аристотель, раз он говорит, что ну, материя есть возможность, как известно, ум – действительность, то это тоже хаос, конечно же. Возможное бытие, то из чего материя, возможное бытие – это все знают. И у Аристотеля тоже хаос. В смысле вот этой самой пресловутой математической точки, где всё спрятано, но ничего не видно. который, тем не менее, является красной. Математическая точка, которая является красной, возможности красной. У Аристотеля примерно такое построение, которое потом… Да, но современно физическое понимание хаоса – оно не такое, даже совсем. Оно есть, да. Конечно. Ну, в вашем смысле это и не хаос даже. Да, может быть, его и нет, с вашей точки зрения. Мне кажется, хаос – это просто противоположие ума. Когда мы говорим, что нечто без ума находится, как в каком-то состоянии, мы говорим хаос. Нечто – нечто, где нет деятельности ума. Ну, как-то надо это определять. Ну, вот определили, как хаос. Можно по-другому называть. И наоборот, там, где есть упорядоченность, это для нас является критерием, что вот деятельность ума происходит. Ну, это да, но просто хаос – это же не просто отсутствие ума, это отсутствие всякой определенности. Нет, всякой определенности. В каком-то смысле там же есть определенность? Ни в каком нет. А вот это, кстати, интересно, что такое хаос – отсутствие определенности и отсутствие упорядоченности. Вот те же самые современные физики скажут, что отсутствие упорядоченности. И так и понимали, в общем-то, смешение гомеомерий, как отсутствие упорядоченности, а не отсутствие определенности. Это же разные вещи. Ну, если нет порядочности, ну, вот, ну, конечно, разные. Что мы будем говорить, что вот в смешении Анафсагора качества даны в возможности. Они, конечно, есть, никто их там не измысливает из ума, эти качества, кости до мышцы. Вот. Но они там, вот, они, конечно, есть. Но в возможности. Кроме слова «возможность» никакое слово на ум не приходит, сколько непонятное. И Аристотель как бы это систематизирует и действительно пока, как бы, на этом слове останавливается. Материя, что такое бытие возможности? Есть там что-то или нет там чего-то? Есть, но возможности. Ну, кстати сказать, если гомеомерий вот так понимать, как сегодня мы это делаем, то есть такое вот всё во всём, а значит даже на уровне частиц неопределённое, то тогда непонятно, в чём упрёк Аристотеля к Анаксагору. Потому что, ну да, гомеомерия – это возможность, но она же, ну как сказать, она же совсем неопределённая возможность. То есть это не так, что это прям кость в возможности, которая ждёт того, чтобы было быть актуализированной в виде кости. Это даже не кость. На уровне гомеомерии это даже не кость. И форма, когда приходит, она даёт этой гомеомерии определённость сначала кость в возможности, потом её актуализирует, сортирует и упорядочивает, и тогда как бы всё хорошо. Если, если так понимать гомеомерию, то возражение Аристотеля должно сняться. А просто да, я просто обращаю внимание, что действительно на поверку, что я только что сообразил на днях, что совсем не атомизм. Да. Да. А действительно как бы вполне такое вот рациональная попытка, казалось бы, хаос, давайте не будем его определять сейчас. Это смешно. Принцип хаоса. Да. У Аристотеля такого понятия материи, то есть материя это то, к чему мы не имеем доступа, только пока не оформленная форма. И как и форма, кстати, не имеем доступа? Мы не имеем доступа. Получается. Но, поэтому Аристотель совершенно справедливо Анарсагора обвиняет в неполноценности. А почему? Да потому, что он об этой самой материи Аристотель что-то говорит. Второй момент, как о ней сказать, мы принципиально не можем. Аристотель говорит, это смешение гомеомедии. Второй момент, как только материя. Материя, материя. Не нельзя сказать, какая она. Ну, может быть медь. Да. Но уже то, как она в форме шара, она выбилась медного. Потому что в шаровидном меде можно различить шар и медь. На самом деле, мне кажется, что как раз вот сила этой линии, Анарсагор, Платон, может быть, Аристотель тоже. Даже, наверное, Аристотель. Интересно увидеть разницу. Сила в том, в понятии формы. Они все-таки разработали понятие формы. Хаос хаосом, сколько бы они остроумно его не определяли. Но то, что Анарсагор сказал, что ум чисто не смешан, и что он различает, это все, что он сказал. Вот. Но совсем не мало. Чисто не смешан, и он различает, различает. И это попытка понять ум как форму, а это совершенно бесценно. Платон к этому добавляет, что он добавляет, что форма – это всегда общее. То, что объединяет. Форма – это то, что объединяет. Вот. Мы в прошлый раз говорили об этом. Если у нас существует только один круг, медный или немедный, то мы никогда не отделим круг от предмета, форму от предмета. Только сравнивая медный круг с оловянным, мы понимаем, что это ум, что это идея, что это форма. Иначе форма от содержания будет неотделима, если у нас существует только один круг. Если у нас существует только одна двоица, по два лебедя и всё, а больше никаких двух предметов в мире нет, так мир устроен, то мы никогда двойку, как упорядочивающий смысл, не отделим от лебедей. Поэтому в понятии формы, чего, конечно, он совсем сказал, только самое главное и всё-таки десократик, Платон развивает. Важно, что он идёт по этой дорожке. Только сравнивая двух лебедей и двумя кипарисами, мы понимаем, что два это... Платон приводит, что два это форма. И отделено как два от кипариса и всего остального, что двойно. Поэтому Платон приводит такой простенький со вкусом аргумент в том же Тей-Тейте. Разные чувства, два запаха и два вкуса, два цвета, два звука, они все два, и это не может быть образом. Потому что очевидно, что это два, но нет такого чувства, которое бы схватывало одновременные звуки и запахи. И раз и то, и другое два, и раз это нельзя почувствовать, то это ум. То есть только сравнение разных чувств даёт нам понятие двух. Ну понятно, что это такой железобетонный аргумент. На самом деле с цветами то же самое. Два синих, два красных даёт нам... Не надо бегать по разным органам чувств. Даже в пределах одного органа понятно, что... Что добавляет Платон, если разбираться чисто историко-философски, может быть, это не так уж интересно логически, но исторически вот Платон добавляет то, что... Добавляет то, что форма, идея эта форма, это уже понятно из того, как он определяет чувства Платон. Уже понятно, раз чувства это несущиеся неразличимые качества, то понятно, что ум не может, значит, понимать иначе как аноксово, только форма. А вовсе не качество. То есть, опять-таки, нет идеальных сосисок сущих, как многие, все-таки, многие, не все вообще так думают. Вот, мир идей, мир вещей, реальная сосиска, идеальная сосиска. Вот, не знаю, кто думает иначе на самом деле. Вот, а на самом деле даже уже из понимания ощущения, природоощущения, неразличенность качеств, ну, как бы качеств, уже понятно, что ум это форма. Так вот, Платон добавляет, что отличить форму от предмета можно только через обобщение. Мы в прошлый раз говорили с вами, что Платон не рассматривает ситуацию проведения линии. Если линия уже проведена, то мы говорим, вот, красная прямо и синяя прямо. Таким образом появляется понятие примизны. Если бы прямое было только красное, извините, я повторяюсь, то мы никогда бы прямое не отличили от красного. И различие материи и формы сразу бы скисло, было бы недоказуемо. Но есть еще проведение. Я обратил внимание на то, о чем Платон не говорит, есть еще проведение. Проведение прямой – это как раз другой способ существования формы. Значит, один способ сравнения, другой способ проведения. Я просто повторю то, что неделю назад говорил. Этот догма, что линия – это движущаяся точка, означает только одно, что понять линию, то есть прямую или кривую, видимо, эта оппозиция существует изначально. Понять, что такое прямое, можно лишь проводя, и иначе никак не понять. И действительно, это очень похоже на правду. То же самое и с кривой. Только когда мы понимаем, пока мы ведем и понимаем, а это одно и то же, то, что говорит Платон, мы сравниваем и тогда понимаем. То есть отличаем форму от содержания, от качества. А здесь, когда ведем, отличаем. Здесь необходимо тело, говорил я в прошлый раз. Необходимо тело. Почему? Потому что ум не может провести. Вот такой фундаментальный тезис. Очень проченький, незамысловатый. Честно говоря, необсуждаемый, недоказуемый. Если кто-то спросит, почему, собственно, у него что-то есть. Я не могу ничего сказать. Ну, может это... Безобразно. Потому что встанет первая встречная и скажет, а что, я мысленно провожу линию совершенно успешно. Что вы не можете, это ваши трудности. Вот-вот, да. Я только могу, как попугай, повторять, что ум не может провести. Так же, как ум не может и поставить точку. Извините, я полностью повторяю сейчас предыдущий разговор. Вот. Ум не может поставить точки. Данилов верно заметил, что точка – это тоже построение. То есть, причём при проведении линии, при построении линии, когда мы... Ум отвечает за понимание, за определённость, а тело за построение этой определённости. Ум за определённость, а тело за построение этой определённости. В случае линии есть две изначальные определённости – прямая и кривая. Их сочетание может давать всё, что угодно. И треугольники, если пересекать прямые, и круги, если работать с кривыми. Ну, кривую из прямой не вывести, мы даже когда-то говорили об этом. Поэтому я думаю... Если одна прямая, только если у нас увлечено ум и тело, то ведём прямую, никогда кривую. Я думаю, я замечательно выговаривал. Не знаю. Может быть, вы правы. Я пытался когда-то, какой год назад, я даже немножко помню, рассуждать, но... Такая чистая геометрия, чистая? Чистая-чистая. Но кривую не вывести из прямой, тоже, по-моему, это вы сказали. Я согласился с этим. Я тут без помощи. Ну, вот, поэтому я как бы так по-простому... Хотя я понимаю, что прямая, как бы, хочется, чтобы она была изначально. Потому что определённости прямая, как бы, это... То есть вести и вести прямую – это одно и то же. Да. Нельзя вести кривую. Ну, в чём дело? Боюсь, что так. Но тогда всё моё, всё моя красота... Потому что из прямых не построишь круга. Ну, вы квадраты не построишь, да? Ну, пересечения, может быть, говорят. Поэтому, как бы, простые фигуры, простые. По плоскости можно построить. А мне кажется, более интересно то, что, когда мы ведём линию, то получается, что, как бы, мы этой линией владеем, нам не нужны, там, какие-то, там, не знаю, ощущения типа красного и синего и прочего. Это главное, конечно. А когда мы сравниваем, вообще-то мы, как бы, находимся в пассивном состоянии, нам нужно, там, красные, синие, там, какие-то там, контрасты большие. То есть это ситуации какие-то разные? Нет, думаю, нет. Потому что, когда мы ведём, она действительно чистая, тут полностью соглашусь. Ну, и когда мы сравниваем красное, прямое красное с прямым синим, мы имеем дело, как Рисофий говорит, есть прямая, есть прямизна. Так вот, мы имеем дело с прямизной. То есть чистой, опять прямой. При сравнении. С чистой прямой. А второй вопрос, а почему нам нужно сравнивать во втором случае, если мы и так прямой владеем, если мы и так и можем чертить чистоте, нам сравнение не нужно, мы можем с одним красным чертить линию. Потому что и так она у нас есть, как бы, в чистоте. Мы же не из опыта, не из ощущения линию это получаем, правильно? Она и так у нас есть, мы её умеем чистить. Значит, нам достаточно много красного, чтобы чертить линию. Нам не нужен синяя. При проведении, да, но при проведении мы утрачиваем красное. То есть, поскольку нам нужно тело, как мы говорили, поскольку ум не может провести, и поскольку нам нужно тело, а тело всегда предмета, даже пачем по воздуху, всё равно остаётся след. Но этот след для нас не существует, пока мы ведём и понимаем одновременно. Это чистое понимание и, как бы, чистое проведение. У меня был же такой тезис, что если бы был только красный шар, то мы не могли бы лечить шар от красного. Но если мы можем проводить линии, значит, это... Было бы только линия и красная, да? Но мы могли бы от линии красной отличить друг от друга? Потому что, как бы, мы и заранее умеем линию проводить, независимо от красного. Я воспроизвёл Платона. Платон о проведении и построении не говорит ничего, насколько мне известно. Он говорит просто о том, что формы отличимы, если они обобщают. Тогда я сказал, что если бы был бы на свете один единственный шар, то мы бы формы никогда не отличили от... Может, какой это шар всё равно? Не отличили бы от качества. Вот это чисто платоновское рассуждение. А мы сейчас говорим о том, что кроме вот этого... Кроме функции обобщения... Мы можем, конечно, различить от этого материи. Да, легко. Мы-то можем, а Платон не мог? Ну, как бы так, да. Чтобы он построение не рассматривает эту ситуацию. Насколько я знаю. Я далеко не всё читал Платона, честно говоря. Вот. Насколько я знаю, он её не рассматривает. А если её рассматривать, то, действительно, мы можем провести прямую, провести... построить шар. Так вот, когда мы проводим прямую, ум, отвечающий за определённость... Прямая — это какая-то определённость. Например, прямая, а не кривая. Вот, Игорь, я помню это ваше замечание, что прямая не нуждается в кривой для своего построения. Больше нуждается в меньшем, а прямая в кривой не нуждается. И боюсь, что вы правы, но тогда я без помощи, я не знаю, что пристроить. Не, ну можно сказать, что в частном случае кривой, на самом деле, чё там. В частном случае какая-то кривая вырождается прямой. Тогда исходная является высотой кривая, да? Да, кривая исходная. Иногда она бывает прямая, когда рука не дрожит. Иногда она кривая. Но ещё круче сказать, что на самом деле другой стороной, другой границей является окружность. То есть с одной стороны прямая, потом кривая, и другой предел – это окружность, когда она полностью замыкается. То есть размыкается, да, на бесконечность, потом как бы какая-то кривая, и потом полностью замкнутая. Не знаю, это нужно, это ваша задача понять, является ли прямая пределом кривой, передоборот. Я тоже абсолютно не могу двигаться. Так вот, поскольку тело нужно и умом не провести… А, я ещё хотел сказать, что когда мы строим прямую, то ум отвечает за определённость, а тело – за построение этой определённости. Без ума тело было бы хаотичным движением, которое бы вообще ничего не построило. Вот, только ум даёт определённость движению тела. Вот, но это какое-то, например, прямая. А когда мы строим точку – это никакое, это просто определённость. Почему точка перевея? Потому что, в любом случае, перевея – прямой, кривой. Вот, точка перевея – потому что это не какая-то определённость, не определённость прямой, а просто определённость. Когда мы ставим точку, то есть строим, мы имеем ситуацию как бы изначальную. Как бы дисциплина тела. Ум отвечает просто за определённость, не какую-то определённость, ещё раз, а просто за определённость. А тело строит эту определённость. Это называется поставить точку. Если мы обратимся к следу этой деятельности, получится клякса. То есть некое эмпирическое вот событие, весьма пространственное. А точка не пространственная, собственно, почему? Почему по определению? А почему такое определение? Потому что это именно… Чтобы получить определение, мы опять должны разделить построение от результата построения. Так, опять же, казалось бы, клякса нет по той же причине, что нет прямого. По построению. Клякса не бывает, точки бывают. Не прямые. Ну, да. Но в построении. Откуда же опять? Да, в построении, да. Но откуда же опять клякса? Ум ставит точку, а тело ставит клякс. Тело же, как бы, телесное мнение здесь. Нет. Ум ставит тело, точку. Да. А получается клякс. Ум, что стоит? Телом. Эту прямую. Ну, это поэтому кривую не может построить. Потому что он берем и телом строит. Да, получается кривая и точки чего-то. Ум-то, конечно, молодец, но они всегда получаются. У меня приходят в ум только вот эти термины действия, результат. Прямая как результат, она красная. А как движение, она никакая. А как результат, она красная. То есть четырехугольник какого-то цвета. И точка то же самое. Как результат, это клякса. А как построение, это внепространственная определенность, задаваемая и умом, и телом. То есть тождество ума и тело. Ум отвечает за что? За определенность тела, за построение этой определенности. С точкой получается так же, как с линией. Прямой или кривой. Значит, как бы, есть вот, получилось в прошлый раз, как к этому вернуться, есть некая все-таки изначальная ситуация, Платоном игнорируемая. Именно проведение. А в арифметике проведение это что? Это раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот есть линия геометрии. А в арифметике что такое? Построение. Это счет. Это более-менее очевидно. Причем при счете получается интересная вот вещь. Я ведь, когда я что-то считаю, я что-то считаю. Например, шахматная фигура, рояль, дубовая роща, раз, два, три. Но когда я считаю, я в предмете понимаю только то, что он первый, второй, третий. Но при этом предмет нужен. Я понимаю только то, какую определенность я ему даю, а именно определение следующего. Потому что порядковый счет, тогда порция следующего. Но следующее, как было замечено, это не обязательно тройка. Конечно, это и двойка, и тройка, и четверка. Да, это может быть единица, единица, еще раз единица. Можно и так. Хотя я не очень понимаю, как, но… Это очень интересно. Получается, что любая последовательность, создаваемая любым соотношением, не только и плюс единица, то есть один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но и другим, например, и плюс 0, или что-нибудь там еще, оно… Это возможно, и мы в этом самом акте можем различить результат, то есть один, один, один. И счет, один, два, три, четыре, пять, шесть. Туда и кривую можно привести по северности. Ничего не понял. Ну, смотрите, у нас, получается, есть последовательность, есть результаты. Например, один, два, четыре, восемь, шестнадцать – это результат. Но есть еще место, это и числа в этом виду. Вот оно первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. То есть четвертое – это шестнадцать. И если мы действительно каким-то образом, получается, что можем различить в этом самом нашем действии, то есть форму или правило следования, а форму от собственного следования как такового, тогда оказывается, возможно, многообразная секретарь и последовательность. Это означает, что мы можем и кривую учатить. Отличить… Только кривая, я прошу прощения, она всегда будет правильной. Это либо прямая, либо окружность, либо часть элипсоиды, либо гипербола. Но никогда вот эта природная кривая – никогда. Конечно. То есть всегда это очень интересно, потому что в самом простом месте проявляется то, что математики называют требования аналитичности. Вот один, два, четыре, восемь, шестнадцать – это аналитичность, потому что задаётся некая форма. И кривая точно так же. Она, вот если она будет аналитичная, если у нас будет гипербола, парабола, что бы ещё аналитичная взять, а не просто так дык-дык-дык-дык. Невозлюбленный ранний хаос. Вот с этим интересно посмотреть, что вот требование аналитичности, оно как бы в самом начале возникает именно на том, что тело, которое является правилом, оно… Оно нет… У меня получается, что ум является правилом, а тело – проведением, да. Ум является правилом, а тело является построенным. То оно задаёт нам то, в частности, и требование аналитичности. Мне же этот вопрос о правилах платоновских телах там уже давно стоит остро. Откуда они взялись, вершины философии Платона, то есть абсолютно симметричные фигуры геометрические. Везде основания положены, куда они возили. Ну, по всей видимости, отсюда. Опять ничего не понял. Ну, с требованием аналитичности понятно. Да. Ну, тогда остановим. Для детского сада. Хватит, даже в школу будем проходить. Потому что будет институт, куда спешить. Значит, есть правила построения – это ум, и есть построение – это тело. Я немножко о другом хотел сказать, что мы имеем, на самом деле, тождество того и другого. Потому что правила построения без построения и построение без правила построения. То же самое, что построение без правила построения. Вот. В этом движении… Мне с этим трудно справиться. В этом движении каждый предмет… Предметы действительно разные. Вот рояль, вот роща. Вот. Каждый предмет получает ту определённость. То есть мы в нём и видим, и понимаем только ту определённость, которую даём. А именно следующий. Ну, в данном случае следующий. И рояль следующий, и роща следующий. Вот. И ничего, кроме следующего, мы в рояле не понимаем. В нём нет ни цвета, ни запаха, ничего, только следующий. Но предмет должен быть. Это мне тоже ясно. Он никакой, но он должен быть. Он необходимый. Это как вот в сравнении двух прямых, красный и синий прямой, понимаете. Чтобы мы сравнивали, когда мы сравниваем, мы действительно говорим о примизне. Потому что красная прямая ровно такая же прямая, как и синяя прямая. Не похожая, даже не одинаковая, а такая же, та же самая. Не такая же, а та же самая. Это же одно и то же, поэтически выражаясь. Она не такая же, не одинаковая, она просто та же самая прямая в этом всё дело. Вот. Но обе они должны быть предметными, если мы сравниваем. Обе должны быть предметными. Так вот и здесь похоже. Ну, понимаете, у рояля своя форма. А у рощи своя. А у шамп-то фигуры своя форма. Но получается, что у них одна и та же форма. Но предмет обязательно должен быть. То есть это один, два, три, первый, второй, третий. Это несущие, опять же, вот в этом мире вечном. Это несущие какие-то чистые формы. Потому что форма понятна, слава богу. Но это несущие чистые формы. А это формы всё-таки вот изваленные вот в предметности. Но при этом о предмете мы ничего не знаем, кроме того, что он второй или следующий. И рояль следующий, и фигура следующий, и роща следующий. Разве вы говорите, что одно, то что предмет одно мы же знаем. Одно, одно и то же одно. Ну вот да, как бы об этом и речь. И человек одно, и лебедь одно. Это одно и то же одно. Это тоже форма. Хотя у человека вот такая форма, а у лебедя другая форма. Это сложно, потому что мы когда говорили, Игорь предлагал такое понимание, очень понятное в своём понимании, что мы путаем, почему там Сократа с Каликлом. Потому что форма человека, она в некотором роде общая для Сократа и Каликла. Но здесь другая ситуация, понимаете. У Каликла своя форма. Это невозможно игнорировать. Когда мы считаем, вот рояль, вот фигура, вот роща. Это не одна и та же форма, хотя смысл мы вкладываем в один и тот же, следующий. И понимаем, и видим, а раз это предмет, значит мы его видим. Обязательно видим, это принципиально. Мы говорим, что о предмете мы знаем только то, что он следующий, но он нужен. А раз он нужен, значит мы его видим. То есть если соблюдается это тождество, оно должно соблюдаться, тождество ума и тела. То есть счёт это опять тождество ума и тела, как и прямая. Но если мы видим, то мы должны видеть действительно, что лебедь и человек одно. Одно и тоже одно. Потому что и в человеке и в лебеде мы понимаем только одно. Но не без тела. И как это? Как это? Как это? Как же там не расчленённая стихия? Что там считать? Там нечего считать. Сам счёт, разумевает, что уже есть нечто, так сказать, отделённое одно какое-нибудь. А если эта стихия непрерывная какая-то? Или что-то считать? Нет, ну когда мы внесли форму, например, форму одного. Сначала надо внести форму, чтобы считать счёт наших. Да, и тогда мы об этих качествах опять же знаем только то, что красное одно, кость одно и мышцы тоже одно. Хотя кости и мышцы, и это всё с помощью тела. Один он не может кости отмочить, это тоже ерунда какая-то. Различить кости и мышцы с помощью ума. У вас есть знакомый, который говорит, что это можно? Вот вы говорите, что есть такой знакомый? С помощью ума различают кости и мышцы. На самом деле, всё-таки, скорее всего, нужно тело. А если с телом, то тут возникает вот эта вот ситуация, что вот это рассуждение, что у людей общая форма, не проходит. Сократы и Каликла, хоть они отпечатаны на ложке, как формы именно, как знаки, в некотором роде, вот, но они индивидуальны. И лебедь ничуть не становится похожим на человека от того, что мы говорим, что лебедь один и человек один. Не даёт нам сходства по форме лебедя и человека. И тем не менее, должно быть именно так. И тело должно участвовать, потому что предмет нужен. Раз, два, три, ещё раз говорю, мы только о предмете знаем только то, что он следующий, что он раз, он два, он три. Вот, только это мы знаем о предмете. Но предмет нужен. Эти два тезиса, вот, а значит, нужно тело. Ну или наоборот, раз есть тело, то значит, нужен предмет. Вот, и проведение прямой и счёт, это требует, и то, и другое требует тождества ума и тела. То и другое есть тождество правила построения и построения. Но как это вот получается, чтобы это было одно и то же? Я вот приводил всегда, Платон работает с большим и малым в Пармениде. Вот большой воробей – маленький воробей, большой дом – маленький дом. И если эмпирически смотреть, то большой воробей никак не одинаково с большим домом. Но если понимать форму как форму, то большой воробей равновели к большому дому. Они оба большие. Они одинаково большие. Если мы этого не понимаем, то они одно и то же большое. Вот этот толстый жирный воробей и вот этот многоэтажный, эта многоэтажка. Даже в ходу и маленький, да. Даже в ходу и маленький одинаково большой, да. Нет, нет, сначала всё-таки должен сравнить воробьёв и сравнить дома, так, если рассуждать последовательно. Я не снял сравнивать его с тараканом, но он даже не поскал в голосах. Вот. Так вот, они равновеликие. Вот с этим справиться труднее всего, на мой взгляд. А может, проще всего. Что-то мне какой-то смелости у нас не хватает. Понять, что воробей и дом – они равновелики, потому что тот и другой по отношению к малому – большой. В отношении к малому – один большой, в отношении к малому – другой большой. Соответственно, они равновеликие. Если мы понимаем форму, в отличие от содержания. Да, но тут задача состоит именно вот это величину, отличить от других умственных сущностей. В обстоятельности, два небоскрёба, два воробья – это одна и та же двойка. Да. Можно и так, да. То есть не превратить идею великости в идею двойки. Не понял. Двойка – это не одно и то же, кажется. Не все-таки одно и то же. По-моему, одно и то же. То есть другое форма. Да, это тоже, да. Поэтому два небоскрёба и два воробья – это как бы… Так как толстый воробей отличается от тощего небоскрёба от дома, так два небоскрёба отличаются от трёх. Два воробья тоже отличаются от трёх. Одна и та же двойка. Одна и та же идея великости. Ну как-то, надо продолжать же, а не как-то великость здесь отличаться от двойцы. Да причём тоже, да. И в силу того, что это и то, и другое идея, оно ведёт себя одинаково. Мне только одно приходит на ум, что мы только когда сравниваем воробья с домом, понимаем, что они равновеликие. А только мы остановимся на большом воробье… Не, ну мы должны тогда не сравнивать воробья с домом, а сравнивать отношения. Большой воробей, в смысле, этот воробей больше другого, этот дом больше другого дома, и мы сравниваем не воробья и дом, по-моему, а именно отношения. Вот тут больше и тут больше, и мы мыслим одну и ту же форму, одну и ту же идею – больше. То есть идея больше получается, а идея большой не получается? Это странно, одна и та же идея. Ну или просто действительно большой как больше? Может быть, это дело как бы в терминологии, но просто здесь по смыслу. Мы же опознаём большой, сравнивая одного воробья с другим, и мы опознаём большой, сравнивая один дом с другим. Но не сравнивая воробья с домом. Потому что если мы будем сравнивать воробья и дом, то мы узнаем, что дом больше, но не то, что это одно и то же больше. Ну хорошо, значит, мы всё равно должны сравнить одно больше с другим больше, и понять, что это одно и то же больше. Ну именно больше, потому что не воробьев же с домом мы сравниваем, А именно отношения. Ну, может быть, да мне не въехать с трудом получается. Но я что хочу сказать. Пока ведем линию, она чиста, не смешана. Остановились, она отрезок определенного цвета, размера. Пока ведем, длиннее или короче нам все равно. Когда остановились, один отрезок короче другого. Когда ведем и уму, и телу, нам все равно. Потому что не представляет тождество, и мы понимаем прямую. Так же, видимо, как-то и со счетом. Пока именно считаем. Когда остановились, три предмета, вот три. Фигура, рояль, роща, все. Уже невозможно говорить, что у них одна и та же форма. Что все они одинаковы, как следующие. Но пока мы идем, строим. То есть находимся, как Игорь Верн говорит, в ситуации тождества. Правила построения и построения. Когда мы находимся в этой ситуации, то действительно вроде как получается, что фигура, что рояль. Именно пока занимаемся счетом. То есть строим последовательность, следующий, следующего. Становиться нельзя. Сразу распадается на разные фигуры. Там все-таки сказать, что воробьи равны велик дому, наверное, нельзя. Потому что великость это не свойство воробьей дому. Потому что может этот воробьей быть меньше какого-то следующего воробья. То есть это же не его свойство. Как бы Игорь правильно говорит, что это отношение. Одно и то же отношение. Но неравновеликость, так сказать, воробья и дому. Просто здесь больше выступает как одна и та же идея в разных условиях. Двообразно воплощается в сравнение воробьев или в сравнении домов. Ну да, поэтому, наверное, в Таитете Платон и кикшует здесь, когда говорит, что я остался того же роста, а ты вырос. Юный друг. Маленький Таитет и большой Сократ и маленький Сократ и большой Таитетет – это одно и то же отношение малого и большого. И это не должно его смущать. А Платон это индустрирует как относительность и отсутствие всякого знания. То есть путает качества, ощущения и формы. А с формой всё просто. С формой всё... С формой та же самая, конечно, а предложение разное. Значит, вот здесь, я не знаю, трудно очень мне получается, но как-то могу только так сказать, что пока строим, пока первый, второй, третий, между фигурой и роялем нет разницы. Как только остановились, игнорируют разницу в форме. Только в построении форма следующей остаётся... То есть о предмете мы знаем только то, что мыслям. А при счёте мы мыслим только следующий. Ну, при количественном счёте. Ой, при порядковом счёте. Только следующий. И знаем только то, что понимаем. И тогда фигура и рояль неразличимы. Оба следующие. Вот. Или один-один-один тоже самое. Получается. Как только остановились, так получили форму. Или, когда мы остановились, мы сравниваем ещё раз. У меня получилась вот такая, в конце концов, двучленка. Когда форма сознаёт себя как форму. Через построение. Это, видимо, самая первая ситуация. А потом через сравнение. Один воровик больше другого, другой дом больше другого. И это больше одно и то же для двух ситуаций. Ну, как-то... Как-то... Как-то, как-то, как-то... Как-то так. Как-то, как-то, так-то... Как-то, как-то, так-то... А потом через komplett.